здравствуй дорогой слушатель у микрофона актер костя суханов сегодня вновь отправляемся на встречу приключения в тайгу с григорием анисимовичем федосеевым этот рассказ будет опубликован в цикле рассказа об охоте и рыбалке есть одноименный плейлист на youtube канале актер костя суханов самым главным что объединяет эти рассказы является то что все они рассказаны настоящими рыбаками охотниками путешественниками таежниками никогда не забывайте проголосовать лайком или дизлайком обязательно пишите ваше мнение в комментариях именно она может быть решающим ну и конечно жмите поделиться с хорошими людьми хорошей литературой за это за все обнимаю всей душой это тоже огромная поддержка ну что ж навстречу приключениям тайгу друзья поехали григорий анисимович федосеев непокоренный по саянам бушевали снежные бураны я с охотником василием мищенко возвращался из своего лагеря расположенного на сухом лагу в жилые места шли черным белогорьем всюду на необозримом пространстве лежала снежная белизна гор окаймленная по склонам черной границей леса белизна будто скрадывала бугры и ложки и шероховатую поверхность белогорье все оказалось гладким ровным мы торопились хотелось к вечеру добраться до верховья реки кингаш и там в кедрачах заночевать лыжи легко скользили по отполированной поверхности надувов встречный ветер обжигал лицо стыли руки и мы с трудом отогревались на ходу за последним подъемом недалеко он показался и лес кингаша мы прибавили шаг и через час уже скатывались к реке верхнем ярусе у границы с белогорьем лес мелкий чахлый это от постоянных ветров и сильных морозов но ниже он рослый стройный а у реки нас встретила густая кедровая тайга как только мы спустились туда сейчас же стали подыскивать место для ночевки такой тайге приют найти нетрудно почти под каждым старым кедром можно укрыться от непогоды но нам удалось найти такой под которым не было снега и мы сейчас же развели костер и приступили к благоустройству своего ночлега уже нарубили хвои для постели сделали заслон от непогоды как снизу послышался лазь собаки мищенко долго и внимательно прислушивался однако это петрухин кобель лайт соболь сказал он и несколько подумав добавил давайте пойдем туда недалеко где-то видно промышленник остановился мы надели котомки с надеждой на лучший отдых пошли вниз по кингашу сумерки уже окутывали тайгу репчал мороз и все окружающие нас готовилось к длинной ночи вдруг пахнуло дымом и мы скоро увидели на небольшой поляне примастившуюся между двух елей палатку лучше рядом у саней кормилась лошадь черный кобель выскочив из осаней с улаем бросился на нас но узнав мищенко поприятельски облапил его нас встретил пожилой слегка разгорбленный человек мы подошли и поздоровались это был известный саянский промышленник из деревни оболакова петруха кормильчик похоже он был сторожем моральника на петрухе подвязанная широким ремнем висела старая уже выбитая дожка глубоко сидящая на голове шапка сшитая из козьих лап тоже была старая и только унты с длинными голяшками не потеряли свои новизны заходите раздевайтесь проговорил он после минутного молчания чай готов будем ужинать и старик засуетился палатке было тепло и уютно от кедровой хвои который толстый был устал он пол шел запах смолы на железной печи шумно играя крышкой кипел чайник мы сняли котомки разделись и стали отогреваться за чаем из разговоров я узнал что мищенко и кормильчик близкие люди мищенко рос и как говорят в сибири поднимался на ноги у кормильчика он-то и сделал из него прекрасного охотника и незаурядного следопыта василий расспрашивал его своей семье которую покинул еще весной уходя в экспедицию только несколько позже спросил не уж то зверя ближе нет что за неволя заставил ехать так далеко как нет везде он есть да только там ближе не с моей теперь силой взять его снега мелкие кормильчик допил чай и оставил чашку неделю назад сказал он беда стряслась над нашим моральником заскочили волки шесть зверей загрызли окаянные ведь случая не было чтоб хищники могли перескочить через такую высокую изгородь вызвали меня и деда леваху в правление но говорит председатель как же вы деды добро колхозное просторожили хотя и не совсем наша вина но оправдываться не стали вот и пришлось ехать добывать зверя сами знаете его в сельпоне купишь дни вадьбы завтра остались вдруг обратился он ко мне как василий он ведь домой торопится мне все равно можно и отдохнуть ответил я да не отдыхать перебил меня кормильчик пусть василий поможет мне зверя поймать все же вдвоем легче надежней живьем зверя переспросил я это меня заинтересовало я решил принять участие в этом необычном промысле морозная ночь опускалась над тайгой еще не успела темнота упрятать долину как все кругом нас закуржавела в лесу стало тихо и только одна тонна похрустал конь прожевывая зеленое сено после утомительного перехода через черное белогорье спали крепко но недолго еще до рассвета нас разбудил старик завтрак уже был готов мы быстро оделись освежились холодной водой и закусив стали готовиться в путь мищенко и петруха взяли с собой в котомки по большой мягко выделанные с охотиной кожи амусы и по несколько концов веревок на мою долю выпало нести продукты топор и котелок меня удивило почему они не берут с собой ружья кормильчик ответил чему они лишняя тяжесть тонкая полоска света уже окрашивала восток впереди шел мищенко за ним петруха куда девалась его старость как только он пошевелил лыжами сразу исчезла сгорбленность он стал подвижным ловким я с трудом поспевал за ним тайге становилось все светлее светлее скорый загор показался солнце мы обошли несколько вершинок и без результата уже подходили к вчерашнему своему следу как вдруг идущий впереди мищенко круто повернул вправо и заправив лыжи рванулся вниз следом за ним свернула кормильчик у поворота я увидел три свежих следа изюбрий промышленники уже были далеко и мелькая между кедрачей скрылись сглаз там в ключе они подождали меня покурили подтянули юксы на лыжах и не торопясь тронулись дальше звери шли густым кедрачом и кормясь на ходу срезали острыми зубами тонкие ветки берез и рябины мы подвигались их следом меня удивляло странное поведение промышленников они будто забыли про осторожность громко переговаривались иногда сбивая слышь снег стучали баташками и вообще шли шумно тогда как всякая охота требует от охотника исключительно умение передвигаться бесшумно да и держать себя незамеченным их поведение было для меня непонятно от первой разложены звери пошли крупными прыжками видимо не услышали нас идущий впереди мищенко прибавил шагу но петруха сейчас же крикнул не торопитесь пусть идут своим ходом звери почуяв опасность быстро удалялись верные привычки убегать от врага в горло они на этот раз пробивались к белогорью мы неотступно шли за ними часа через полтора кедровая тайга стала редеть появились невысокие ели прогалины чистого снега вдруг впереди мелькнула серая тень затем вторая третья промышленники задержались уже больше двух километров звери шли одним следом пробивая себе дорогу по глубокому снегу но чем круче становился подъем тем глубже был снег и тем все медленнее и медленнее они уходили от нас теперь мы чаще стали видеть их остановки и даже лежки покурив охотники выбили трубки заткнули за поиски сеты и не торопясь продолжили свой путь солнце уже было за полдень прошло еще немного времени и на небольшой поляне мы увидели изюбрий сбившись в кучу они смотрели на нас позади всех стоял крупный бык развернув перед нами красивые десятихонцовые рога он как изваяние оставался на минуту неподвижным что-то непередаваемое величественное было в его позе неужели он сдастся подумал я рассматривая зверя не верилось чтобы это гордый красавец саян мог распрощаться со своей свободой рядом с быком стояла матка не отводя от нас взгляда она топталась на месте а из-за ее спины подняв голову со страхом выглядывал нинян теленок помахивая маленькими рожками он казалось больше всех был возмущен нашим преследованием неожиданно мищенко стукнул быташком о березку и сейчас же бык огромными прыжками рванулся вперед следом за ним бросились остальные теперь все они шли от нас не более как 150 метрах мы видели как утопая до полбока бык бы раздел грудью снег он шел тяжело часто останавливался нервничал и прыгал иногда охваченная страхом вперед выскакивала матка тогда еще медленнее шли звери бык злился бил матку передними ногами если это не помогало отталкивал ее и сам выскакивал вперед теперь было ясно что глубокий снег сломил их силы и звери все чаще и чаще стали останавливаться казалось что под действием усталости у них исчез и страх а мы теперь нарочно не давали им передохнуть охотники стали покрикивать на изюбре и махать и стучать баташками словом подгонять их те вначале пугались и не щадя себя бросались вперед но затем привыкли к крику и уже кое-как через силу лезли вверх ну вот мы скоро оказались на границе леса дальше круто вверх уходило чистое снежное поле звери остановились из открытых ртов свисали длинные красные языки звери тяжело дышали уже казалось без страха смотрели на нас петруха подал знак идти вперед обошли зверей как только все оказались выше их василий крикнул ошел его лыжи легко скользнув по снежной поверхности покатились прямо на изюбре ошел повторил кормильчик громко и протяжно звери рванулись вниз и крупными прыжками стали уходить своим следом теперь под гору им бежать было легче они быстро удалялись вихрем взметнулся под лыжами снег мелькали кедрачи два с лишним километра продолжался эта гонка мне казалось что к зверям вернулась их силы что они теперь вне опасности вот это вдруг крикнул кормильчик и мы остановились звери сейчас же замедлили ход бежавший впереди бык пошел шагом затем встал ось немного отдохнуто то как бы не запалились сказал петруха промышленники присев на снег снова закурили звери не дожидаясь нас минуты через две шагом тронулись дальше мы оттолкнули лыжи тихо пошли теперь глядя на зверей можно было сказать что они окончательно выбились из сил и пожалуй готовы сдаться через несколько сот метров нинян стал отставать и уже кое-как плелся по следу управляйтесь с ним а я потихоньку пойду дальше сказал кормильчик мы отбили ниняна от остальных зверей он тяжело дышал недоуменно смотрел на нас и угрожая изредка махал головой мищенко торопясь снял котомку и стал доставать кожу веревку и камусы нинян внимательно наблюдал за ним вдруг пошатнулся раз другой и забросив зад свалился в снег и сейчас же из его груди вырвался вздох облегчения похожий на тот которым выражают полное удовлетворение через минуту мы уже возились около него я с любопытством следил за василием он быстро обмотал каждую ногу пониже колен камусом затем сложил их вместе связал веревкой нинян вначале бился врывался но скоро сдался и только стонал камусом обматываем ноги чтобы их не подморозить видишь какая стужа ответил на мой вопрос василий затем он развернул кожу разослал ее вниз шерстью и мы уложили на нее пленника нинян не сопротивлялся он как бы смирился через минуту мы уже тащили его вниз по следу несколько дальше мы увидели необычную картину кормильчик сидя на толстой валежине докуривал трубку вид у него был спокойный а рядом в двадцати метрах от него стояла матка услышав шорох она вдруг повернулась к нам и насторожившись долго смотрела на наш груз вероятно узнав в нем своего сына будем ловить матку чего зря гонять ее сказал петруха когда мы подошли к нему а вот с быком не знаю придется повозиться когда мы стали окружать матку чтобы поймать ее она вдруг заволновалась но не успела сделать одного прыжка как воздух взметнул саркан мищенко и петля туго стянула ей шею одно мгновение и она вздыбилась сделал огромный прыжок в сторону и как обезумевшая рванулась на пролом по снежной целине проскакав метров пятьдесят она остановилась глубокий снег теперь был для нее непреодолимым препятствием мищенко подкрался и поймал конец выпущенного аркана матка всполошилась но силы уже окончательно покинули ее она захрипела зашаталась и медленно свалилась в снег не теряя времени промышленники засуетились около нее тут было на что посмотреть даже позавидовать как ловко и привычно они управлялись матка сопротивлялась отчаянно билась головой врывала ноги но через двадцать минут связанная уже лежала на коже теперь бы с тем управиться сказал довольным тоном кормильчик подсаживаясь ко мне и выпуская изо рта тонкую струйку дыма отдыхая он сделал из веревки узду надел ее на голову матки и крепко притянул к ногам мы вытащили свой груз на тропу благо она оказалась совсем близко нищенко сейчас же отправился за лошадью чтобы на ней протащить зверей к палатке мы с кормильчиком пошли ловить быка который уже вышел на соседний хребет и лег под старым кедром отдыхать при нашем приближении он скачал как бы встречая сделал несколько шагов вперед он стоял на небольшой площадке окаймленный с трех сторон отвесной скалой от нашего взгляда не мог ускользнуть его воинственный вид он не собирался сдаваться скорее предупреждал нас что силы его еще не покинули что он готов обороняться его большие глаза в которых играли отблески заходящего солнца были полны решимости он грозно мотнул рогами и приготовился к прыжку смиришься неправда бурчал кормильчик он подал мне знак идти вперед и мы осторожно передвигаясь преградили зверю выход с площадки бык заволновался он вдруг понял что попал западню он стремительно бросился вперед к нам и со всего размаха ударил рогом о кедр за которым едва успел укрыться кормильчик рог от удара сломался у основания и описав в воздухе круг упал на снег зверь отскочил назад теперь он стоял в профиль ко мне расставив задние ноги горящий злобный взгляд был по-прежнему полон решимости кормильчик не торопясь но все время с опаской поглядывая на зверя снял котомку достал аркан и набрал его небольшими кругами в руку затем он медленно вышел из-за кедра и ловким броском поймал быка одно мгновение и зверь заметался по площадке он бросился в одну сторону в другую но конец аркана петруха успел захлестнуть за кедр и зверь до хрипоты затянув на шее петлю пал в снег казалось наконец-то он сдался но вдруг бык вскочил и рванулся к обрыву еще одно мгновение и мы увидели как он огромным прыжком бросился вперед аркан лопнул и зверь свернувшись в комок полетел в пропасть сейчас же снизу послышался грохот камней и треск сломанного дерева мы спустились под утес и подошли близко к зверю он лежал комком приваленный валежником и снегом в его помутневших глазах теперь не было ни гнева ни беспокойства зверь умирал его дыхание становилось все реже глаза скоро перестали закрываться и мы увидели как погасла в них жизнь не покорился произнес с глубоким сожалением кормильчик он достал кисет и не торопясь закурил в моей памяти надолго остались смертельный прыжок черный неприветливый утес и умирающий на окровавленном снегу бык на другой день вечером мы добрались живым грузом до моральника через час после того как груженные сани въехали во двор и зюбры были освобождены и от радости заметались по моральнику проголосуйте дорогие слушатели лайком или дизлайком и обязательно очень хочется услышать ваше мнение в комментариях на каждый комментарий я отвечаю лично огромное спасибо за прослушивание другие рассказы из серии рассказа об охоте и рыбалке ищите в плейлисте который так и называется рассказы об охоте и рыбалке на youtube канале актер костя суханов аудиокниги выходят бесплатно только благодаря поддержке слушателей поэтому любой перевод на номер телефона плюс семь девятьсот один семьсот пятнадцать двадцать семь восемьдесят восемь на сбербанк тинькофф альфа банк юмани или яндекс банк очень помогут появлению новых аудиокниг которых будет ваша страничка как мецената давайте оставлять след в истории вместе а для тех кто хочет поддержать и за границы и думает что из-за санкции это невозможно существует канал на бусти там донат работает абсолютно по всему миру если вы слушаете на официальном ресурсе то номера карт и ссылка на бусти обязательно будут внизу с любовью и уважением к слушателю читал актер костя суханов